Сегодня мы на лекции рассмотрим пять таких подтем, как бы основной темы. Это внутреннее настроение Земли, затем распределение вулканов на Земле, дальше будет рассказано, какие вулканы считаются действующие, а какие потухшие, как устроен внутреннее настроение вулкана, как происходит сам процесс извержения и, наконец, типы вулканических извержений. Это все прослушав, я думаю, у вас будет уже представление какое-то, когда вы услышите по телевизору или где-то в прессе про какое-то извержение вулкана где-то на Земле, вы немножко себе уже будете представлять, как этот процесс происходит и какое примерное извержение там осуществляется. Для начала надо рассмотреть внутреннее строение Земли. Земля у нас состоит, если снизу вверх смотреть, из внутреннего ядра, которое считается твердым и сложено железно-никелевое ядро. Точно состав его никто не знает, потому что, естественно, не попасть. Фильм «Путешествия к центру Земли» является, естественно, фантастикой. Но по изучению метеоритов, которые падают на Землю, считается, что там оно состоит из железа никеля. Внешняя оболочка ядра – жидкое внешнее ядро. Почему жидкое? Потому что, когда стали использовать сейсмологию, методы сейсмические, то выяснилось, что продольные волны проходят и через твердые тела, и через жидкости, а поперечные волны через жидкости не проходят или проходят очень слабо. Как оказалось, как раз через это внешнее ядро поперечные волны не проходят. На основании только этого было решено, что оно должно быть жидким. Стоит тоже железо и никеля. Затем примерно 2900 километров толщиной, такой мантия называется, такой тягучий слой расплавленного материала, достаточно твердого, не как вода, естественно, не жидкий, а твердый. И затем существует та самая земная кора, на которой мы с вами живем. В геологии называют, есть такое слово, литосфера, твердая сфера. Это включает в себя земную кору и верхний слой мантии. Как раз это тот самый участок, о котором дальше пойдет речь при образовании и извержении вулканов. Если нам уменьшить землю до размера яблока, то земная кора – это будет фактически кожура яблока, чтобы примерно вы представляли масштабы. Слочина земной коры разная. Там, где материки, она достаточно большая, она под Гималаями 70 километров, а так примерно 20-30 до 40 километров. Там, где океаны, кора очень тонкая. Толщина коры там 6-8 километров. Это тоже очень важно, потому что дальше мы тоже к этому вернемся. Все о том, как устроена земля, внутреннее строение земли, естественно, это в основном известный по сейсмическим методам, поскольку самая глубокая скважина, которая была пробурена там на Кольском полуострове, она не может дать ответ, и мы не можем знать, как на самом деле эти породы, из чего земля сложена, как там все устроено. Поэтому вулканы интересны тем, что вулканы поставляют материал с глубины примерно 50-70 километров, и благодаря этим, изучая эти породы, мы можем что-то знать о том, что происходит на таких глубинах внутри Земли. Как мы видим, вулканы распространены на Земле, на земном шаре неравномерно. Есть цепочка вулканов, которые опоясывают Тихий океан. Есть вулканы, которые находятся в Срединоокеаническом хребте, он сам весь под водой, но в некоторых местах выходит на земную поверхность. В Исландии, на Канарских островах, где как раз сейчас происходит извержение вулкана Кумбрии-Вьеха. Рифтовая зона, расширяющаяся зона в Африке, цепочка вулканов. И дальнейшие вулканы там, по некоторым ветерам, так расположены, есть в Европе. Заметный вулкан Этна, вулкан Визуи в Италии. Очень много вулканов в Индонезии. Это часть Огненного кольца. И вообще в свое время ученые предложили такой термин Тихоокеанское Огненное кольцо. Это как раз вот ту самую цепочку вулканов, которая протягивается практически от Новой Зеландии через Индонезию, Японию, Курильские острова, Камчатку, дальше на Людские острова и вдоль побережья. Северной и Южной Америки. Как один назвал ученый, это края кипящей сковородки. Вот еще раз прямо там фактически нарисовано. В этих же местах происходит наибольшее число землетрясений. Позднее я скажу, почему. Вся земля расколотна на такие большие литосферные плиты. Их достаточно много, 14 крупных. Ну, там 8 очень крупных. Это, видите, например, африканская плита, которая включает в себя как саму Африку, так и часть Индийского и Атлантического океана. Евразийская плита. И все плиты, видите, за исключением Тихоокеанской плиты, они все практически включают в себя часть континента и часть... Вернее, континента и часть океана. То есть океаническую континентальную кору. Лишь Тихий океан сложен фактически только океанической корой. С этим связано как раз огромное количество вулканов именно вдоль границ Тихого океана. Эти литосферные плиты движутся достаточно медленно, несколько сантиметров в год скорость их движения. Какие-то плиты сталкиваются, наезжая друг на друга. Например, плита Индостан. Континентальная плита столкнулась с Евразийской плитой и образовались складчатые горы Гималайи, которые не являются вулканами, которые, видимо, при столкновении двухконтинентальных плит. Почему движутся плиты? Ну, примерно... Вот так, наверное, все происходит, то есть, что вызывает движение этих плит. Ну, если так серьезно, то движение плит обусловлено конвективными потоками в мантии, потому что я на ранних более слайдах показывал, что температура, если мы видели на картинке, температура мантии, она около 3000 градусов в основании, в нижней части мантии, в верхней части 1500 градусов. Эта разность температур вызывает так называемые конвективные потоки, они тоже очень медленно происходят, которые и вызывают движение этих плит. В некоторых местах, как в середине океанических хребет, поступающий расплав выходит на поверхность, и эти плиты раздвигаются в разные стороны, тем самым расширяя дно океанов. Другими словами, Африка отъезжает от Америки со скоростью 4 до 8 сантиметров в год. В других же местах океаническая плита более тонкая, она сложена лишь базальтовым слоем. Почему она тонкая? Базальтовый слой и осадочные породы сверху, в отличие от континентальной плиты, которая сложена базальтовым слоем, затем лишь гранитный слой мощный достаточно, тоже осадочные породы. Этот гранитный слой выходит на поверхность в некоторых местах, в частности на Кольском полуострове, граниты. Но базальтовая плита океаническая более массивная, и при столкновении этих плит она уходит под континентальную плиту. На этой картине как раз, знаете, как лента эскалатора, движется только неравномерно, как у метро, движется дискретно, такими движениями по несколько сантиметров в год. Эти движения вызывают землетрясения. Поэтому как раз большинство землетрясений происходит на границе тихоокеанской плиты и на границе вообще плит. Угол наклона примерно 30 градусов такой плиты. Затем она на глубине начинает, температура увеличивается, погруженная плита начинает плавиться, и при определенных условиях возникает магма, которая является более легкой, чем окружающая мантия, вмещающая мантию. Она стремится подняться вверх, и тем самым зарождается первая магма. То, что из мантии выплавляется, магма, которая впоследствии будет извергнута на поверхность земли. И субдукция, это сам процесс, называется погружение вот этой плиты одной под другую, океанической, подконтинентальной в данном случае. Это эпицентры землетрясений. Ну, эпицентры называется, это выход на поверхность очагов землетрясений, гипоцентров, то есть проекта на земную поверхность. Вы видите тоже, что в основном землетрясения связаны тоже с границей Тихого океана, фактически в местах погружения океанической, тихоокеанской плиты под континентальную плиту. Ну и кроме этого, в местах погружения этих плит образуются глубоководные желоба, когда знаменитая Марианская впадина, вдоль Камчатки существует такой же желоб. Ну, как бы о земле мы в целом закончили, теперь начнем уже ближе к вулканам. Ну, в древнее время люди видели извержение вулканов, естественно, они первобытные люди в историческое время не видели, но и объяснить не могли, поэтому возникли мифы. Люди должны были как-то объяснить, почему вообще гора, и вдруг изгоряет летит огонь, летит камни, течет какая-то огненная такая горячая масса. И они, ну, самые известные мифы, конечно, придумали, это греческий миф о боге огня, боге кузнечного дела Гефесте, который находится в кузнице, который находится под вулканом, под горой, да, он там кует оружие для Зевса, благодаря которому Зевс захватил власть на Олимпе, стрелы для Артемиды. И кузнецу там помогают, вот этот все, из его кузницы вылетает огонь, дым и все остальное. Сам вулкан, место, где он родился и жил, да, это остров вулкана к северу от Сицилии, вот фотография этого острова, а кузница была расположена под вулканом Этна. Очень много легенд связано у всех народов. Я одно время, я примерно 4 года собирал мифы и легенды, которые могут быть связаны с вулканами, даже книжка такая вышла, и я примерно 60 вулканов нашел, с которыми связаны легенды и мифы. Но если убрать те легенды, которые, как правило, там вулканы возникают, потому что там влюбленные, их разлучили, один вулкан возник, а рядом с ним другой, превратились в вулканы, то очень многие легенды в Индонезии, на Гавайях, в Европе, в Америке, они связаны с богами, с борьбой богов, как правило, нижние, боги нижнего мира, борются с богами верхнего мира, люди все это наблюдают, и вот эта борьба, и вот это очень интересная легенда, потому что иногда они дают нам сведения исторические, которые мы исторически не можем получить, у нас нет исторических записей, но благодаря легендам можно представить какие-то события. Например, вот знаменитая Одиссея Гомера, в девятой песне Одиссей с своими 12 спутниками попадают в плен к циклопу. Ну, кто-нибудь стал, наверное, Целаду. И когда они его ослепляют, этого циклопа в результате, там он шестерых успевает там уже убить, и когда они под овечьими шкурами, спасаясь, добираются до своего корабля, кстати, заодно овец всех забрав, то ослепленный циклоп, одноглазый, да, кидает к ним вслед камни. Даже считается, что около Сицилии есть цепочка циклоповых островов, которые образовались с этих камней, брошенных, когда он хотел навлечь бога Посейдона на Одиссея и закидать его корабль камнями. И там очень такая фраза интересная, море высоко вскипело от камня упавшего в воду. Возможно, Гомеру навело вот это какое-то извержение вулкана, потому что, когда падают раскаленные глыбы в морскую воду, действительно происходит шипение, пар, вот это все. Возможно, было какое-то описанное извержение, которое очень часто происходило на Сицилии, в том числе и на Иоловых островах к северу Сицилии, как раз место обитания вулкана, вулкан Стромболи, вулкан Вулькана. Как раз вот на этой картинке это такая уже художественная картина, как кидают корабли. В Риме, в Древней Риме 23 августа отмечалось, как День вулкана. Вулканарии строили они, праздницы в основном делали за пределами города, потому что боялись, что всякий бог огня, что пожаров не было. И вот считается праздництво вулкана 23 августа. Вулканологи в России отмечают День вулканолога 30 марта, потому что в 1956 году взорвался вулкан Безымянный, на Камчатке было очень мощное извержение, как тут принято считать этот день Днем вулканолога. Такой универсальный праздник, который отмечается в узком кругу вулканологов, которые, кстати, на Земле меньше, чем космонавтов сделали подсчет как-то. Сколько ученых и класс вулканологов меньше всех из всех профессий. Древний бог в образе русского кузнеца представлен недалеко от нашего места, где я провожу лекцию. Это над Елисейским магазином в виде кузнеца. Вот он как раз стоит. Может, кто в Петербурге бывает, могут подойти, это поближе увидеть. Что такое вулкан? Определение вулкана. Вулкан – это разлом земной коре, через который на поверхность земли выходит магма, превращаясь в лаву. Что значит «превращаясь в лаву»? Весь расплав, который находится внутри вулкана до того, как он появился на поверхности земли, внутри вулкана, под землей, называется магмой. Как только он достиг поверхности, и мы его видим, он вытекает на поверхность земли, он уже называется лавой. То есть нельзя говорить, что магма растекалась по склону вулкана. По склону вулкану может растекаться только лава. Это два слова, которые фактически одно и то же, но просто разные термины для разного состояния. Вот вулкан. Существует магма, которая накапливается, поднимается вверх, потому что она стремится подняться вверх, потому что она легче вмещающих пород, раздвигает вмещающие породы. Извержение происходит в центральной части, через пожерло, образуется кратер вулкана. Кратер образуется, как и при любых взрывах, когда взрывное извержение, просто образуется воронка, это воронка, через которую я потом кратером вернусь. И напластование, каждое извержение, это напластование вулканического пепла, который выбрасывается, и затем лава-поток. И вот такое чередование, видите, здесь на красной картинке изображено. Иногда вулкану трудно, вернее, лаве, магме трудно подняться до вершинного кратера. Он находит какой-то более легкий путь и может где-то выйти сбоку. Возникают такие побочные прорывы, как называют их вулканологи, боковые извержения. Это вулкан Карымский на Камчатке. Вулкан сейчас извергается, но он извергается почти, знаете, непрерывно. В 1996 году я когда там был, он извергался, я как раз увидел это извержение начала, и до сих пор происходит извержение. И вот на примере Карымского вулкана мы более детально рассмотрим не по той картинке, а по следующей строению вулкана. Существует глубинный магматический очаг, где как раз тоже Карымский вулкан изображен. Глубинный магматический очаг на глубине примерно, он разный может быть глубина, но примерно в данном случае примерно 60-70 километров. Затем магма, поднимаясь, частично плавит породы, частично их просто продавливает, образуется периферический магматический очаг, последний источник магмы, из которого фактически она потом поднимается на поверхность. Также, видите, возможно, на Карымском такого нет, но это схематично тоже показано, боковой прорыв, побочный прорыв. Как правило, побочный прорыв вот такие, они никогда не повторяются, если он возник один раз, то в следующий раз этот канал уже застывает со временем, все в нем остывает, и проще где-то в другом месте. Поэтому вот Ключевской вулкан на Камчатке, вулкан Этна в Италии, там огромное количество побочных кратеров, с которых происходит извержение. Такие вулканы, о которых я сейчас на примере Карымского рассказывал, называются стратовулканы, от греческого слова «страта» – это слой. К видите, чередование идет, каждое извержение дает слой вулканического пепла, слой лавы. Следующий проходит какой-то период времени, вулкан молчит, новое извержение, новый слой пепла, слой лавы. И таким образом вулкан, чередование этих прослоев лавы, потоков и накопление тефры, пепла вулканического, он строит себя, как вот если бы мы взяли ведро с песком, например, высыпали вот на землю, и у нас получился бы конус конической формы, кучка получилась. То же самое, выпадающий пепел, он принимает форму, дает форму конуса, потом по этому склону стекает лава, и вулкан, как правило, коническую форму имеет. Хотя бывают извержения трещины, например, трещина в Исландии, там просто открывается трещина, и лава вытекает из нее. Это тоже такой тип своеобразный вулканизма, поэтому нельзя сказать, что вулкан – это обязательно должен быть конус. Кратеры вулканов. Кратеры бывают разные, видите, они разные формы. Например, на Карымском вулкане 20 лет длилось содержание из одного кратера, и в 96-м году началось содержание как бы совсем рядышком, но уже кратер другой, образовался кратер другой. По-видимому, лаве было, магме было легче пробиться вот как раз совсем рядом, чем остывшие породы пробить и выдавить или выбросить наверх. Это кратер Везувия, огромный кратер, видите, большого размера. Это не здание обсерватории, хотя первая обсерватория вулканологическая была именно на Везувию построена. Луканологи грамотно, они в основании вулкана сделали, на кратере они стали ставить. Это остатки фуникулера, который был разрушен извержением Везувия в 1944 году. Это вулкан к Судочной Камчатке. Здесь огромная такая воронка разных извержений. И конус Штюбеля, названный конусом Штюбеля. Здесь было очень сильное извержение в 1905 году, когда пепел долетел до Камчатского, там несколько сотен километров преодолев. Кратер, видите, разной формы. Но, как правило, кратер, кратер есть. Это, грубо говоря, воронка, из которой все это, в конечном счете, выбрасывается. Это кратер Малого Семячка на Камчатке. Он интересен тем, что вот это озеро в кратере – это смесь соляной, серной и азотной кислоты, так называемая царская водка. Лодка, которая там у нас один раз на ней плавали резиновой, потом ее не смогли забрать вовремя, она через какое-то время, через месяц растворилась просто в этом озере. Я немножко отвлекусь. У меня с этим вулканом была очень интересная история по поводу журналистов и ученых, так называемой. Когда на Камчатке в 90-80-е годы 1 апреля в местной камчатской газете мой друг-журналист Игорь Мальцев ввлекал статью первоапрельскую, что в кратере Малого Семячка будет построен санаторий, потому что вода очень полезна для здоровья, бронологические свойства. Я говорю, царская, там растворяется все, да? Ну и написал статью и написал. Я ее сам не читал. А меня на следующее утро встречает заместитель директора Института луканологии по научной работе, ой, по научной, по общим вопросам. Начинает меня кричать сходу. Как вы собираетесь? А подписал Кирьянов. Не писал Мальцев. Написал луканолог Кирьянов. Подписал статью. Начинается крик. Как вы собираетесь строить материалы довозить? Там нет дорог, туда вертолетам все дорого. Где вы будете строить? Что такое? Я ничего не могу понять, в чем дело. И когда выяснили, что это шутка, посмеялись и зашлись. Через две недели вышел дайджест, который охватывает все статьи из разных журналов. Как это называется? И там была маленькая заметочка такая. То есть там собрано было из всех и всех. И там было написано, началось стать в санатории на Малом Семятчике. Коротенькая такая информация была. То есть статьи журналист выбрал вот эту, написал более коротко. Прошел месяц, и в Институт луканологии пришло письмо из Владивостока, где было официальное письмо, уже на бланке, где было написано, что в санатории на Малом Семятчике включен в вестр санатория ФССР под таким-то номером. Уже был дан номер. То есть осталось путевки продавать. Видите, как вот... Неделя, по-моему, называлась эта. Я сейчас его вырезал, сохранил. У меня так вся эта цепочка сохранилась. Это пример тоже вулкана Ключевской из движения 1984 года. И тоже, видите, вулкан высокий, 4750 метров, и в какой-то момент магма не смогла пробиться вверх, она образовала побочный прорыв, и лава потекла, видите, склон вот с этой высоты вниз. И таких конусов вокруг Ключевского вулкана очень много. А домик на переднем плане – это база сейсмологов, потому что сейчас телеметрически все обрабатывается, присылается автоматически. А раньше сидели около каждого вулкана, который представляет интерес сейсмологи, записывали землетрясения вулканические, проявляли теленочки, по рации передавали все эти данные. И потом эти домики уже сейчас используются или туристами, или просто там теми же вулканологами. Другой вариант – это извержение вулкана. Кумбри-Вьеха, который сейчас у всех на слуху, на Канарах. В данном случае, видите, расплав магматический находит выход из разных, одновременно из разных, не то что одновременно, а в разное время, но извергается из разных кратеров. В этом опасность от этого вулкана для населения, потому что очень трудно предсказать. Понятно, что лава будет течь к морю, в крайнейшем счете, спускаться вниз. Но из какого начнется и в какую сторону первоначально потечет – очень трудно. Поэтому сейчас как раз там очень много разрушенных домов, там несколько тысяч, полторы тысячи домов. Вот тоже, видите, прямо кратеры все пронумеровано. Кратер 3, кратер 2. Здесь идет, пока не знает что, но скоро, по-видимому, тоже начнется извержение. Это вот постоянно на 18 октября вот такую картинку испанские вулканологи в Канарах нарисовали. Это кратеры побочные на склоне вулканей. Там огромное, много туристов ходит всегда. Потому что кроме основного, кратеры очень много побочных, извержение как раз очень часто происходит как раз из трещины, или из таких же вот кратеров, которые потом замолкают, образуются новые кратеры, новые и новые. Их там несколько сотен. Хотя как раз там было тоже как турист. Редкий случай, когда извержение вулкана можно увидеть с нуля, грубо говоря, как на своих глазах, прямо перед глазами, как возникает конус. В 1943 году к западу от Мехики, в деревне, недалеко от деревни Парикутин, крестьянин по фамилии Пульеда пошел на свое поле, где он выращивал кукурузу, в феврале, там у них тепло уже в феврале, 20 февраля, он пошел готовить поле там к новой посевной. И увидел ямку, из которой был виден огонь на глубине ямки. Он позвал своих соплеменников, которые должны были из деревни засыпать, не засыпали какое-то время эту ямку песком, там, ну, чем землей, что было. В результате это не помогло. На следующий день оттуда полетели искры и стал расти вулканический конус. То есть вулкан возник на ровном месте, практически на глазах у людей. Это такой редкий случай, когда вот фактически видно рождение вулкана, прямо вот. Извержение продолжалось 9 лет. Представляете, 9 лет непрерывно. И вырос конус. Парикутин назвали в честь близлежащей деревни. Извержение было достаточно сильным. И вот в 11 километрах от вулкана, видите, только часовня осталась. То есть фактически город Сан-Хуан был полностью погребен лавой. Сохранилась часовня. Крестьяне потом продал этот участок своей земли художнику мексиканскому, который там нарисовал больше 11 тысяч картин потом. Теперь, какие вулканы называются действующими? Это до сих пор вопрос, до сих пор, который еще не широко обсуждается среди вулканологов. Единого мнения до сих пор нет, потому что, ну, кажется, какой вулкан называется действующим, который извергался на памяти людей, да, кажется так, действующий. Но память людей, что такое на памяти людей? На юге Японии, на острове Кюсю, есть извержения, которые задокументированы, да, в VI веке нашей эры. А на острове Хоккайдо, в той же Японии, на севере, первые извержения были зафиксированы в XVIII веке. Так что там, до XVIII века не было извержений? Они были, просто не было документальных подтверждений этому. Антарктиду открыли в первой половине XIX века, и тогда же увидели там извержение вулкана Эребус. А до этого что, не извергалось? Там были до этого извержения, то же самое, понимаете? И чем больше история самой развития цивилизации, древний Рим, древняя Греция, тем больше у нас глубже эти хроники, тем больше информации у нас об извержениях того времени. Потому что, например, извержение Везувия 79-го года, чуть позднее о нем скажу, оно как раз было детально описано. Это первое описанное извержение фактически, которое было сделано в 79-м году нашей эры. А за 30 лет до этого извергался вулкан Эльбрус. Про него никто ничего не знает. Это было извержение, пепел падал в нынешнем Краснодарском крае, но просто никаких сведений исторических об этом извержении не сохранилось. Поэтому, изучая историю каждого вулкана, как часто он извергался, как часто происходит извержение периода покоя. Есть такой метод по изучению вулканических пеплов, тефрохронология. Я как раз этим занимался. То было, как бы у нас принято, была написана статья, Меликесова, Брайцева и Пановарева Вера написали прекрасную статью, на мой взгляд. И они считают, что действующим вулканам относятся вулканы, которые извергались за последние 3,5 тысячи лет. Потенциально действующим в интервале до 13,5 тысячи лет. Условно потухшие, когда нет активности на моложе 100 тысяч лет. И затем уже потухшие вулканы, полуразрушенные вулканы. Ну и дополнительным таким признаком действующего вулкана является наличие фомарола. Это газы, которые выходят, горячие газы, которые выходят на поверхность из вулкана. Это говорит о том, что на глубине сохранился гематический очаг, еще не остывший. Иначе откуда этим газом взяться? И как раз на Эльбрусе эти газы до сих пор есть фомарольная площадка, где эти газы выходят. Поэтому Эльбрус относится у нас к действующим вулканам. Вулкан Безымянный на Камчатке, изверглась которой, сильное извержение было в 1956 году. Он считался, его название дали Безымянный, никто не знал, ну, он мало изучался, Безымянный, такой непримечательный вулкан. И потом, в 1956 году произошел такой сильный взрыв на вулкане, что вулканическое облако поднялось сверху высотой до 50 километров. И часть постройки вулкана была просто снесена, разрушена. Стали сразу изучать, мы изучали этот вулкан уже достаточно детально и выяснили, что у него извержения происходят один раз такие сильные в тысячу лет. Примерно каждые тысячи лет, за последние шесть тысяч лет вулкан вот так извергается. Потом он постепенно накапливает силы, в кратере образовавшемся растет новое, выдавливается лава, ну и затем будет период покоя и очередное извержение. В Японии по-другому немножко читают, у них там своя специфика, подсчет. Из единого мнения прямо такой, знаете, как закон какой-то, вот такой лукан действующий, такой потухший. Лукан парикути, на котором я выше рассказывал, он вообще больше не извергался, извергаться, по-видимому, не будет. Считается, как потухший лукан, скорее как побочный такой прорыв получается, хотя не было основного конуса. теперь типы вулканических извержений. Основные типы. Значит, гавайский тип. Типы вулканических извержений названы, названия даны по тем вулканам, на которых наиболее характерно были выражены такие признаки извержения. Например, гавайский вулкан, это лава вытекает, растекается, пепла никого практически нет, лава растекается по склонам вулкана, она жидкая, она очень текучая, и такие вулканы еще называются щитовые, ведь он напоминает форму перевернутый щит, в отличие от страта вулкана, в которых я говорил выше. Почему лава в одних случаях жидкая, в других случаях более вязкая, это зависит от содержания, там много окислов различных, главный показатель это диоксид кремний, силициума-2. Если его в магме мало, ну как мало, то например, там 50%, 53%, то лава очень жидкая, она очень текучая, газы, которые в ней находятся, легко покидают эту магму, через жидкость легче им пройти, и она растекается достаточно быстро, как в виде таких быстрых, маломощных лавовых потоков. В другом случае, когда магма более вязкая, например, 60%, до 70%, чем больше содержание двуокиси кремния, диоксида кремния, тем более вязкая магма, и тем труднее газом разорвать эту оболочку, в которой они находятся, чтобы выбраться наружу. А раз накапливается энергия, тем сильнее будет извержение как раз такой магмы, которая более вязкая, она накопилась с тех пор, пока не взорвется. Как происходит, я не знаю, видно будет или нет, кто онлайн, но вот представьте, что это вулкан, наполненный магмой, да, у нас, это жерло, которое закрыто, или там предыдущим извержением остывшее, и когда происходит, мы в магме растворены газы, мы этих газов не видим, потому что они растворены в этой жидкости, то же самое происходит в магме, но как только по какой-то причине давление ослабевает, это может быть или силой, когда эту пробку выбьет, ну, шампанскую бутылку все открыть, не открывать, а оставить, в конце концов то же самое произойдет, но я постеснялся шампанское приносить. Возможно, будет какое-то землетрясение, например, под вулканом, это землетрясение тоже поможет найти ослабленную зону, и когда эта ослабленная зона образовалась, то эта пробка вырывается, и вы смотрите, если начнутся пузырьки, пузырьки начнут расти, сливаться между собой, и станет все больше и больше, видите, как происходит процесс, и в результате эта вся пена, эта вся пена, то есть магма, фактически вырвется на поверхность. Я просто атаку их не видно, потому что когда под давлением все, они растворены, то есть вулканические газы, вот эти растворенные магами, они являются движущей силой любого извержения. Эти газы, когда расширяются, давление ослабевает, они сливаются между собой, устремляются вверх, и чем более вязкая порода, тем сильнее будет последующий выброс этих газов на поверхность. Поэтому стромболианский тип извержения как раз он более сильный уже, влетают вулканические бомбы, и поверхность это пепел и крупные обломки магмы. Затем пленянский тип, он единственный тип извержения, который назван не по названию вулкана, стромболианский тип, типа по вулкану Стромболи, который расположен на Оловых островах, он постоянно, когда извергается, его называют маяк Средиземноморья, там все время свечение в кратере происходит. Извержения происходят практически в непрерывном процессе, как сейчас извергается вулкан Комбревьеха, кстати, тоже стромболианский тип извержения. Плиянский тип извержения самый опасный, он назван не в честь какого-то вулкана, а в честь Плиния Младшего, который в 79 году нашей эры очень детально в своем письме Тациту описал ход извержения, прямо описание, как поднялось в виде сосны, такой тучи пепла на огромную высоту, вот, описал гибель своего дяди, Плиния Старшего, который командовал в это время эскадр и выстрелился на склоне Везуя, на вулкане Везуя, и погиб там, то ли, до сих пор не знает, то ли газами отравился, то ли у него инфаркт случился, в общем, он там умер. Я, кстати, до сих пор не знаю в честь Плиния Старшего или Младшего назван, потому что они оба как бы такие первые фактически вулканологи, один, который туда полез, а второй детально все это описал. Это было первое фактически научное такое описание, которое сохранилось до наших дней в 79-м году нашей эры. Опять же, про исторические, действующие, потухшие вулканы. А казаки-первопроходцы в конце там XVII века только добрались до Камчатки, в XVII, увидели один вулкан, извергающийся, сказали, вот один вулкан, действующий на Камчатке. Сейчас их там 30. То есть, как бы, видите, это все исторически неверно. Вот, Плиниянский тип, чем опасен? Плиниянский тип, опасен тем, что выбрасывается огромное количество вулканических пеплов, огромное количество просто, и потом я позднее расскажу про пирокластические потоки, потому что часть массы пепла устремляется вниз по склонам, под своей тяжестью, и происходит немножко другой тип движения, еще похожий, пилейский. Это фактически такая стадия движения, когда вверх не происходит выброс вот этого вулканического пепла, а когда очень кислая, еще более кислая магма, чем плиниянском пипе, она выдавливается, 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 затем устремляется вниз по склону в виде перекластического потока, это смертельно опасная просто пеплая такая, я позднее про нее расскажу, туча. Это основные типы извержения, основные, потому что есть вулканские типы извержения, где примерно как страмболянские, только там более дискретно происходят выбросы, больше выбрасывается пепла, есть извержения типа направленных взрывов, которых я скажу позднее, есть исландские типы извержения, трещины, когда извержение происходит из трещин, но это просто такие достаточно редкие случаи, это написано, это основные типы. Вот гавайские типы извержения, видите, фонтанирование лавы, жидкая лава, жидкая, очень жидкая, она фонтанирует на соту сотен метров на до километров, просто фонтаны лавы бьют, никаких вулканических бомб мы не видим, потому что все фактически здесь падает опять, и лава очень быстро, чет по склонам с огромной скоростью, там несколько метров в секунду, достаточно быстрое движение лавы, но потоки маломощные, она жидкая, газы легко покидают ее, потому что они легко проходят через нее, улетучиваются вверх, поэтому взрывного типа такого нет. Вот поток лавы, у нас такой гавайский тип извержения на вулкане Толбачика была в 75-76 году и в 2012 году извержение гавайского типа, называется он гавайского типа, потому что более полный и более характерный вулкан на Гавайях. Видите, потоки достаточно маломощные, но даже видно здесь, что они немедленно текут, а быстро, потому что, видите, она не успевает покрыться коркой. Вот эта корочка, это остывающая часть лавы, более темная. Вообще, чем лава краснее, тем температура ее меньше. Температура такой лавы, когда она бледно-желтого цвета, в самом начале вытекания достигает, базальтовая лава, ее называют базальт, потому что низкое содержание диоксида кремния, температура 1000-1200 градусов. Более вязкие лавы, температура у них меньше других лав. И вот, когда ярко-желтого цвета, желтого, она температура близка к этой температуре. Чем краснее становится, тем она более остывшая, температура 800-700 градусов. Вот здесь уже видно, что она течет достаточно долго и уже начинает остывать. Верхняя часть такой лавы остывает быстрее, чем внутренняя часть, потому что она соприкасается с воздухом, а нижняя часть продолжает течь и начинает двигать эту верхнюю корку, образуя такие причудливые, вы видите, изгибы, их называют еще иногда канатные лавы. Даже видно там внизу красные такие, видите, это еще лава там продолжает внизу протекать, а верхняя часть уже покрылась корочкой такой, она уже горячая, все равно горячая, конечно, она уже более остывшая. Это фотография не фотошоп, это фотография американского автопотографа, который как раз хотел сделать очень хороший снимок на гавайских вулканах и видя, что у него начинает все гореть, он тем не менее успел все сделать и скачать. У нас был немножко похожий случай, когда было извержение Авачинского вулкана на Камчатке в 1991 году. Это было зимой, лава стекала по склону, по заснеженному склону, она была не такая жидкая, но все равно лавый поток стекал в виде таких глыб. И вертолетчики нас сказали, мы на склон садиться не можем, мы там огромная глыба откололась, огромная, такая, знаете, размером там небольшой ларек, такой, знаете, который продуктовый или газетный такой киоск. Мы, говорит, вас наверх высадим туда, потому что там более ровная площадка, а потом вы в снег спрыгнете, и там нас подберем как-нибудь. Когда мы спрыгнули на этот кусок лавы, огромный, глыба такая, ну, там, несколько десятков метров, у нас сразу загорелись ботинки, точно так же, потому что температура была огромная. Мы спрыгнули на снег, откололи куски этой лавы, потом вертолет нас забрал, мы даже не могли ее забрать, потому что перчатки тоже рукавицы горели, мы из снега вырезали такие подносы толстые, закатывали эти образцы, и пока снег протаивал, мы как на дно вертолета, там дно, днище железное, мы туда все это сбрасывали. Потом мы летали с этими образцами примерно час, смотрели, куда пепел полетел, куда то, да все, потом, когда вернулись в институт, перегрузив с вертолета на машину, в институт прошло часов примерно часа 3-4. До этого куска лавы, к которому предъявили, еще нельзя было дотронуться, настолько он оставался горячий. То есть теплоемкость огромная просто вот такой лавы, и до нескольких лет лавовые потоки некоторые остывают несколько лет. То есть такой большой запас тепла в них. Вот тоже вариант, это результат движения базальтовой лавы. Верхняя корка уже остыла, а внутри лавы продолжает течь. И когда все это заканчивается, извержение, то образуются лавовые пещеры, потому что лава внутри вытекла, а верхняя остывшая лава образовала такой свод. Эти пещеры есть как раз и на Гавайях, есть у нас на Камчатке, на Толбачике, на Горелом вулкане. Протяженные достаточно пещеры, но именно образованы базальтовыми лавовыми потоками. Стромболианские типы извержения, как я уже говорил, вулкан Стромболии, назван по лукану Стромболии к северу Сицилии, на острове Одноимённом. За неё характерен большой выброс вулканический бомб, то есть лава более вязкая уже, или магма более вязкая, лава тоже более вязкая, и вылетает, когда взрывается вверх, эти выбросы, выброшенные куски остывают в полёте, застывают и падают в виде вулканических бомб разного размера. Вот видите, какие-то шмётки в лавы летят, а когда они летят, они смогут там в воздухе крутиться и разную форму принимать, поэтому даже есть классификация этих вулканических бомб. Видите, целая есть бомба в форме веретена, хлебной корки в виде цветной капусты, в виде корови и лепёшки. Они все, видите, разные по форме, и в них разные корки, остывания поверхности и разные размеры. Видите, вот бомба вулканическая, вот люди рядом стоят, да, вот бомба хлебной корки напоминает, да, коровая хлеба, которая просто расцвескалась, да, видите, вот молоток американский, геологический, у них короткие молотки у нас длинные, а это вот веретенообразно, видите, оно в воздухе жидкое, оно скручивается у него края, оно образует такую вот так причудливую форму. На геологическом вкульте эти университеты, есть на картинке фотографии, как раз там эти образцы, бумпи, вы сможете попасть, посмотрите. Более вязкие потоки, они глыбовые, видите, лава ничё тоже такой в виде реки огненной. Это вулкан Кизимина, извержение 2012 года. Это движение лава потока, но сам поток, видите, представляет такое, вроде бы как будто он уже остыл. На самом деле он не остыл, но движение происходит потока не как течение, а как вот гусеница бульдозера, то есть как бы верхняя кромка всё время перекатывается, перекатывается, камни скатываются, а снизу поддавливается новая порция. И происходит, здесь видите, видно даже горячее ещё там всё, но это всё постепенно движется, вроде как и нет, всё время какие-то обвалы камней происходят, происходит обвалы камней, но смотришь, он раз на метр ближе стал. Опять какие-то камни сыпятся, сыпятся у фронта потока, проходит время, он ещё ближе стал. Вот этого движения как такового, жидкого базальтового лава, не видно, но поток движется и движется, но он движется очень медленно. Эти потоки не опасны тем, что в отличие от гавайских, от них достаточно легко убежать, скрыться, но плохо тем, что такой поток очень трудно остановить. Как раз проблема Комбри-Вьеха вулкана, и на вулкане это в Сицилии, очень трудно поток остановить. Строит дамбу, он дамбу это уломает, заходит в город, разрушает все подряд, потому что несколько метров горячая масса вот такой двигается. У меня на других лекциях на следующих будет как раз про вулканическую опасность, я более подробно о этом расскажу, на конкретных примерах. Сейчас просто хотел показать, что они, бывают потоки разной формы. Причем есть гавайские названия, они для гладкой лавы, такой жидкой, называют ее пахоя-хоя лава. А для более колючей лавы, которая более обломочная, глыбовая, они называют а-а-а лава. А-а-а лава. Так в научном мире используется. А-а-а лава. И кто-то сказал, наверное, потому что они как бы босиком бегают, колка по этой лаве очень колется, не кричат при этом. А-а-а. Может и так. Откуда-то название разделись, это давно идет. Ну, это вот как раз пример того, что такой, конечно, снимок больше для фотографии, но тем не менее, видите, уже в лавом потоке можно самим находиться, да, вроде бы. Ну, вот можно пожарить яичницу, там, если чайник вскипятить, например. Огнетушитель, да, рядом, кстати, ой, извините, рядом огнетушитель лежит. Я не знаю, что они с ним собираются делать, если что. Я видел как-то, очень давно по телевизору показывали в Африке извержение, жидкая лава текла. Она достаточно быстро текла, она текала в какой-то там городок, и бегали охранники какого-то центра, и огнетушители пытались ее остановить. Такие, знаете, маленькие автомобильные огнетушители были-то, они пшшшшшшш на это все. Вот здесь никто с собой, видите, наверное, по тихим запасности взяли. Вулканический пепел. Вулканический пепел – это фактически мелко раздробленные частицы, которые выбрасываются в воздух во время извержения. Именно как раз таких вот достаточно вязкие, да, вязкие лавы. Они имеют различную форму, видите, неправильную форму. Они могут быть светлые, если лава очень кислая, большой состав диоксида кремния. Они могут быть черного цвета, лава базальтовая. Соответственно, это цвет самой лавы, да. Что дробится, то и вылетает. Вот. Общее название для всего, что выбрасывается из вулкана, летит по воздуху – тефра. Греческое слово «пепел» – тефра. Это может быть вулканические бомбы, которые я показывал огромные. Это могут быть микроскопические, частические пепла. Все, что летит по воздуху – тефра. Но я пепел, как мы привыкся, пепел называть. Вулканический пепел я так буду называть в дальнейшем. Вот обратите внимание, это уже светлый, черный, да, разный состав, видите. Это под микроскопом. Снимок сделал под микроскопом. Тут состав вулканическое стекло и набор различных минералов. Я не буду сейчас на минералах останавливаться, потому что это все-таки для специалистов. Там пероксины, левины, роговая обманка. Ну, геологи. Геологи знают. Плинянский тип извержения. Помните, который Плиня описал в 79-м году, да? Вот мощные внезапные взрывы, потому что энергия копится, копится, копится в вулкане. Затем накопилось. Газы там настолько уже набрали свою силу, что они просто разрываются и силой стремляются вверх. Поэтому извержение происходит на большую высоту, очень быстро происходит. То есть взрыв происходит, как, знаете, как бомба вот взорвалась атомная. Ну, я не видел атомную бомбу, кроме картинок. Ну, вот я так представляю. Сейчас вы сами видите дальше и поймете, что это очень похоже. Видите, написано огромное количество ТЭФы. Здесь просто разноразмерное там. Все, что летит, все ТЭФа. Примеры. Это картина. Извержение Визуя в 1722 году. Видите, как поднимается, поднимается, поднимается. Затем слой какой-то с другим давлением начинает, трудно вверх подняться, начинает растекаться. Обычно где-то тропопауза на границе атмосферы, там, с фотосферой. Вот растекается вот так. И видите, как Плини описывал, только он описывал раньше намного. Видите, такой сосны какой-то, как он вам показывал. Что-то пинеобразное такое облако. Это вот более современные примеры. Это вулкан Редаут на Аляске в 1993 году. Фактически видит сам вулкан. Вот он, вот он вулкан, форма вулкана. Это Алиутские острова. Редаут, это редут. Это русские же Алиутские острова открыли. Редут, наверное, расстоял. Редаут. У них там на Аляске был, когда у них река Солдатная называется. Они говорят, Солдатная. Я говорю, это как Солдатня река. А там русские солдаты стояли, так вот назвали. А потом у них Солдат, но у них осталось название. Вот так же и да. Это вулкан Пенатуба, 1991 год. Видите, огромное количество. Сам вулкан даже не видно, он тоже не высокий. На Филиппинах. Огромное количество вулканического пепла выбрасывается. Огромное. И потом дальше, если вы на лекции будете слушать, там как раз виды вулканической опасности. Вот я более подробно расскажу про это. Это как раз примеры пленянского типа извержений. Иногда извержения из одного типа могут перейти в другой. Может извержение будет направлено на взрыв, потом взорвется вулкан, а потом из него колонна пепла поднимается. После этого он переходит в пленянский уже тип. Это тоже будет пример. Вулкан Сен-Хеллинс в США. Переклассические потоки. Класт обломки, пирогонь. Это самые наиболее опасные сопровождающие извержения плеянского типа, плеистского типа потоки, которые образуются в результате того, что вот эта поднимавшаяся еще масса горячего пепла, она иногда в одном случае или под своим весом падает и вниз по склону спускается. Газонасыщенная взвесь. Это обломки, вулканические газы. Она очень подвижна, потому что это газовая составляющая, это как такая подушка. Дверца по склону вулкана с огромной скоростью. Температура примерно 600-700 градусов. Это очень, ну, кстати, что такое температура, когда... Два типа. Первый типа, как я говорил, поднимающиеся колонны и вдруг обрушение части колонны по склону кратера, движение. Второе, еще более вязкая магма. Выдавливается лавой купол, потом уже к пелестскому типу переходят тоже пирогласические потоки, называют поле щетучие. Тоже движение вниз по склону, уже не из обрушения колонны, а просто из-за того, что вот это все дело обваливается, и тоже с такой же скоростью двигается, видите, скорость до 300 км в час. Они даже препятствия высотой нескольких сот метров могут просто перескочить, преодолеть. Как раз очень много людей погибает, как раз при... Ну, когда эвакуация не происходит в свое время, как раз погибает не от самих вот пеплов, выпадения пепла, да, именно от перокластических потоков, потому что, ну, кстати, 600-700 градусов, и это движется там больше 100 км в час. Вот видите фотографию, сейчас все когда видят, говорят, а машина-то успела уехать или нет? Видите, турбулентная такая взвесь идет, раскаленная совершенно. Тоже на пенотобу, на Филиппинах. Как правило, такие потоки перокластические чаще всего сложены пемзой. Пемзу, наверное, все в руках держали, маленькие кусочки. Есть кусочки большие. У меня студентам на лекциях у меня такой кусок огромный из пемзы. Я им кидаю, они так страшно его ловят, он весит, ну, знаете, 200 грамм. Она легкая. Почему она легкая? Потому что там внутри газа, она вязкая, это вязкая магма, да, была. И газы не смогли пробиться, они там остались внутри. Чуть позднее расскажу. Вот видите, это просто перокластический поток из пемзы сложный, из пемзовых обломков. Вот он, когда эта вся пыль газа, все ушло, а сам материал, который двигался, он остается, да? Вот этот поток не лавы, а уже остатки перокластического потока. Это все, грубо говоря, выпало после движения уже из воздуха. Пемза и шлак, разница, да? Ну, шлак, знаете, кучегарики любые, вы видели, когда сгорает шлак, они очень похожи в луканические шлаки на те, когда после сгорания, например, угля. Но в чем разница? Разница в том, что шлаки черные, как правило, они образуются при базальтовых извержениях, и поры у них сквозные. Если шлак бросить в воду, он достаточно быстро утонет. Ну, пропитается водой, утонет. Если в воду бросить пемзу, которая является кислая, и в ней очень газовых пузырьков внутри еще настолько много, что они не смогли пробить эту вязкую оболочку и вырваться на лужу, если ее бросить в воду, она будет плавать, она не утонет. И извержение сильное было крокотаво, я позднее тоже буду рассказывать мне на этой лекции, в 1883 году, когда в Зонском проливе в Индонезии выпало в море такое количество пемзы, что корабли не могли двигаться. Судоходство просто остановилось. Она плавала, а она не тонет, она плавает, знаете, как пемзовый покров огромный. Это вот самая главная разница. Пемзы характерны для кислых извержений, шлаки характерны для базальтовых, для основного типа, это называют. Пелейский тип извержения. Там, помните, картинка общего блата, но внизу был такой пелейский тип. Это наиболее опасный тип, это сильные взрывы, когда обрушивается конус, вдавливается вязкая лава, затем она обрушивается и вниз по склону стремляется в виде таких же пирокластических потоков, но французы их называют Монпиле, это по вулкану Монпиле, названный вулкан Монпиле, это находится в районе Карибское море, там Лекуба, и все острова там находят, французская территория, французское название. Я студенту говорю, почему пелейский тип извержения назван на экзамене? Он говорит, я точно не помню, или в честь футболиста пеле назвали, или в честь кофе. ну, молодец, мне про кофе понравилось, потому что карибы. И вот выдавливается потом, видите, веска даже не извергается, не вылетает, но выдавливается, магма в языковой обелиске. Скорость тоже огромная, температура огромная, и движение, видите, в Монпиле, вот как раз вулкан, острове Мартиника, Антельские острова, вот движение, видите, этой массы происходит. По склону поднимается, конвекция, естественно, поднимает все вверх. Что я хотел про пепел, два слова еще сказать. Пепел, когда выпадает на поверхность, он холодный, он остывает очень быстро, потому что частично это достаточно большую медплощадь, он остывает. Говорит, вот выпадал горячий пепел. Это, если на каком-то расстоянии от вулкана, он никогда не будет горячий. Он может быть, кислотный аэрозоль может быть, у нас на Крисовском вулкане один раз мы работали, и там, я выше, рукава закатанные были, какие-то комары кусают, комаров нет. Что за комары? Откуда? Это аэрозоль просто серная падала из воздуха, и, знаете, ожоги маленькие были, палатка у нас потом, эта вся крыша погорела. Вот и пепел никогда не бывает радиоактивным. Говорят, вот радиоактивный пепел, наверное, выпадает, при вулканических движениях не бывает радиоактивного пепла. Это такие мифы, которые иногда, знаете, запустят где-то, скажут, вот радиоактивный пепел. Как примерно вчера сказали по телевизору, 10 раз проезд в метро возрастет, бегущий строкой, и потом вот так опровергают. Вот уже сам пропипел. Вот остров в Монпиле, в честь Монпиле назвали пилейский тип извержений. Более характерный как раз на этом вулкане произошел Монпиле. Вот тоже движение палящей тучи, видите, вниз по склону вулкана. Я просто не хотел более детально рассказывать, потому что, опять же, будет тема вулканической опасности, там детально будет рассмотрен на примеры этих, насколько они опасны, как-то все происходило. Сейчас просто, чтобы не повторяться, мы говорим о самих типах извержений, все разные. Видите, есть жидкий лава базальта, гавайский тип, есть стромболианский вулкан в Стромболе, вот сейчас как раз вулкан в Канарах. Есть вот такие палежианские. Извержение типа направленных взрывов. Я, там она не была включена в картинку, где общие были типы извержений. Такие тоже есть типы направленных взрывов. Иногда их называли, знаете, их называли по-разному. Извержение происходит тогда, когда тоже достаточно вязкая лава накапливается в теле вулкана, магма, накапливается до тех пор, пока ей негде выйти, она не может найти никакого выхода. И она, в конце концов, постройка вулкана в каком-то слабом месте начинает раздуваться. Вот это вулкан Сен-Хеллен, США, 1980 год, 1980 год, 17 мая, на несколько десятков метров раздулся склон вулкана и произошел направленный взрыв. Направленный почему? Потому что он под углом горизонта, он не вертикально вверх, а по склону. И взрыв длился всего 28 секунд. То есть вот бум-бум, все вот это взлетело, упало. Затем Ленианская стадия началась, еще не 8 часов пепел вверх вылетал оттуда. Но это извержение, почему? Просто направленный взрыв, потому что когда на безымянном было извержение в 1956 году назвали тип безымянного. Потом тип Бандайсан японцы назвали. Американцы тип Катмай, где как-то что-то произошло такое. И все по этому названию дают название, ну как стромболянские, там далее, пелеские. Но это общий примерно одинок. Крокотау тип тоже взрыв произошел вулкана. Поэтому лучше надо просто направленный взрыв. Направленный мы не говорим в какую-то сторону направленный, просто это взрыв под углом горизонта. Когда в течение нескольких секунд постройка вулкана взрывается. Вот сейчас будет картинка. А там два раза было на этом вулкане, конечно. Но я был после извержения, естественно. Посмотрите. Просто взрывается. Видите, даже треки видны, вот как летят. Погиб вулкановок, наблюдатель. Он был в 8 километрах от вулкана. Считали, что безопасное расстояние. И он погиб, потому что его тоже накрыло этим взрывом. Интересно, что это извержение направленного взрыва, оно было зафиксировано людьми. Летал самолет случайно в это время. Ну, не случайно, но геологи облетали. Они засняли даже на видео. Фотограф один погиб, но успел снять, как на него все это летит. Другой фотограф, альпинист из другой горы засняли. Потому что это так быстро происходит, что надо просто оказаться в нужном месте, имеется, не прямо около вулкана, а так, чтобы суметь и успеть заснять. Он достаточно полно изучен. Возвращаясь к легенде о вулканах, про легенды и мифы, индейцы, которые жили давно еще у подножия этого вулкана, они сказали, что у них по легенде 127 лет назад до этого извержения есть миф, что там бог Нижнего мира, очередная у него была война с богом Верхнего мира. Фактически они описали извержение. И ученые не придали этому значения. И когда уже после извержения вулкана стали более детально изучать его историю, то есть, что действительно примерно 130 лет назад было предыдущее извержение вулкана. 130 лет это период между извержениями. Видите, этот миф оказался вообще действительностью. На ровном месте он возник. Вот смотрите, вулкан до извержения высота почти 3 километра. И вулкан после извержения через буквально полминуты высота уменьшилась на 400 метров, образовался огромный кратер и лес, который здесь 30-ти метровые деревья, лесорубы, лес возили, рубили 30-ти метровые деревья. Все просто, видите, безжизненная равнина, все засыпано этими обломками, огромным количеством обломков. До и после. Ну, немножко буквально это два слова, потому что, когда я показывал вам карту вулканов, помните, Тихоокеанское огненное кольцо, это все вулканы наземные, но вулканы еще есть и под водой в Тихом океане. В Атлантическом океане мы их где-то видим на поверхности, когда они выходят в виде островов, Исландия, Канарские острова. Но считается, что в Тихом океане только больше 10 тысяч подводных вулканов, но их очень трудно, их находят периодически, с всякими их локациями, там, около Командорских островов нашли вулкан, еще где-то нашли вулкан. Но чтобы вулкан, вот так вот взрыв, это в районе Тонга островов, взорвался из-под воды, это надо, чтобы была высота вулкана ниже уровня моря, не очень большая, несколько сот метров. Иначе давление воды большое просто не даст всему этому вылететь на поверхность. Поэтому многие извержения происходят, мы просто их не видим. Иногда вулканы растут, 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 как, например, ростов Сурции в Исландии вырос прямо из-под воды и стал расти в виде вулкана. Гавайские острова, это же вулканы, это вулканы, которые растут со дня уровня моря, океана, Тихого. Мы видим только их поверхность. Если бы воду убрать, то этот вулкан был выше Эвереста высотой, 10 километров. Высота была больше 9 километров. А мы видим такую верхнюю часть. Когда-то тоже это же были подводные вулканы, они выросли. И сейчас к северу от самого последнего вулкана Гавайского растет маленький вулканчик Луихи, ему остался километр до поверхности. Потихоньку набирает-набирает высоту, и появится еще один вулкан подводный. И как раз редкий случай, когда туристы на корабле проплывали и зафотографировали этот вулкан. Это извержение вулкана Сакурадзима в Японии. Почему этот снимок я привел? Потому что здесь молнии, видите молнии, сухие молнии, никого дождя нет, просто когда вылетает пепел в атмосферу, разнозаряженные частицы электризованные, они вызывают вот такие сухие молнии, огромное количество молнии, которые, даже вот картинка была Везувия в 1722 году, там тоже были молнии. Я уже заканчиваю. Это снимок, я привел, это редкий снимок 28 августа. Это извержение Кулического вулкана, видите, вершины Кулического вулкана ночью. А это Марс. Это была как раз дата противостояния Марса, когда он был близко к Земле, и было видно. Вот просто редкий случай, что вот Марс хорошо видно, и как раз в это время происходит извержение вулкана. Это очень плохая табличка, я вставил в последний момент, очень мелкая, я не могу. Это, значит, просто запомните, есть Смит-Саньянский институт США, Смит-Саньянский институт. В этот институт поступают все данные обо всех извержениях мира в реальном времени. Собирают как-то из Сурвопогоды также в США, также в институт. Этот институт еженедельно публикует бюллетени детальные, где какой вулкан извергается, когда началось извержение. Они не пишут, как геологи, там, в составе пород, все, просто начало, место, название вулкана, место извержения, время извержения и продолжается или закончилось. И вот это просто табличка очень мелкая, которая как раз показывает, что вот эти значки, то есть одновременно сейчас, это состояние с 13 по 19 октября этого года извергается примерно 12 вулканов сейчас, в данный момент на Земле. Вопрос, сколько их всего извергается, потому что сейчас извергаются вулканы Бека на Кулийских островах, вулкан Карымский на Камчатке, Шевелыч. Этно недавно совсем начал извергаться снова вулкан. Вулкан на Канарских островах, два вулкана в районе Тонга, два вулкана в Индонезии. В Индонезии вообще там вулканы непрерывно, их так много, потому что они извергаются почти без конца. Просто кто может набрать просто вулканы, извержения вулканов с Медицинского института, просто в любой, в любой поисковой системе, есть подразделы, потому что можно детально все прочитать. Просто вам картинка как-то там все в них показана. Название вулкана, страна, дата извержения, в какой стадии находится степень извержения. Ну и в конце я хотел закончить лекцию словами Гаруна Тазиева, это Дмитрий Ученов, не так давно умер, бельгийский. Он много изучал вулканы Африки, Нирогон, Говорю, еще много книг написано как раз по изучению африканских вулканов про вулканетно, что современного человека, как его далеких предков, завораживают зрелищи огненной стихии. И ученые-улканологи не исключение. И он сказал, что страстное увлечение вулканами в первую очередь порождается желанием увидеть чудо и будоражащее остротой опасности. И затем идет стремление к новым знаниям. Поэтому вот... То есть, знаете, когда я говорил про день вулканолога, сюда первый тост, когда говорит, да пошлет нам Бог кошмарное извержение, потому что извержение для вулканологов это новый металл для изучения. Все, спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо за лекцию. С чем связана стабильность расположения конвекционных потоков в мантии, раз они выходят на поверхность вот в одних и тех же местах? Нет, они... Сами конвекционные потоки в мантии, они на поверхность не выходят, они на большой глубине находятся. Само движение их связано с разницей температуры, потому что верхний охлаждается, нижний более горячий. Идет такое, знаете, движение вот такое. Почему именно вот в этих местах это все происходит, не знает никто, потому что так их определяют. Потому что считается, где они сходятся, там образуются венослантический хребет, и дно океаническое расширяется. А там, где они наоборот заходят, там происходит погружение, потому что эти литосферные плиты, по которым я говорил, эти огромные плиты, их границы, почему такие границы не ссиливают? Потому что эти границы граничны разломами, где происходят землетрясения, извержения вулканов. Но земля, когда уходит часть плиты под континентальную плиту, земля же меньше-то не становится каждого раза. Поэтому сколько уходит здесь, столько прибавляется в средино-салатическом хребте за счёт расширения дна океана. Но эти потоки – это, опять же, всё как бы теория. Потому что, сами понимаете, что увидеть это всё, это можно только пытаться объяснить как-то. – А вот вы ещё сказали, что Тихоокеанская литосферная плита, она во все стороны как бы уходит. – Да, потому что она более плотная, чем окружающие континенты. Америка, Евразия. Она хоть и нет гранитного слоя, но она более плотная. И она более плотная, уходит в мантию под более лёгкую. – То есть получается, что она расползается в стороны, что ли? Там должно быть, ну, вещество же должно как-то добавляться? – Нет, нет, вещество убавляется, наоборот. То есть само океаническое дно, грубо говоря, да, оно уходит под континентальную плиту, образующую жёлоб глубоководный, да, при этом. И эта порода, вся плита уходит туда, вниз, на глубину, где потом расплавляется. И почему проекция вулканов у нас, она в Тихоокеанской зоне уходит под Камчатку, не под саму Камчатку, а проекция на Камчатку, где уже мантиал расплавляется и выходит на поверхность. И она везде, и в Америке, и в Северной, и в Южной, и на Льюзских островах, и в Японии, и на Камчатке, она везде уходит под эти континентальные плиты. В своём движении. А Африка, наоборот, литосферная плита Африки, она включает и материковую в саму Африку, да, и ещё окружающий вот этот океан. От неё, наоборот, всё уходит, расползается, как бы, в разные стороны. Здесь всё туда, потому что континентальная плита Тихоокеанская, ой, извините, не континентальная, а океаническая, она, там нет континентальной коры, там только океаническая кора. Поэтому большинство вулканов, как раз, расположено вдоль Тихого океана. Там везде уходит, так называемая, субдукция, погружение этой плиты под континентальную. Так, и ещё один вопрос. То есть границы литосферных плит определяются именно по землетрясениям, по извержениям? Да, да, это глубинные разломы, которые уходят на глубину, там, тысячи километров. Но само оконтуривание этих плит сделали только исходя из того, как по землетрясениям и извержениям вулканов их нарисовали. Ага. Ясно, спасибо. А когда уже эти плиты нарисовали, да, то надо же как-то объяснить, почему они движутся-то. Они же когда-то, океаны же очень молодые, океаны возникли 180 миллионов лет назад всего. Они все, как это, материки были все в одном, гандалатом. Потом всё это расползлось, начало расползаться, образовались океаны без континентальной коры, потому что их там не было, только базальтовая кора. Вот. И эти плиты же надо объяснить, движение плит. И вот эти потоки уже так на глубине нарисовали, чтобы они попадали где надо вверх, а где надо, наоборот, уходят рифтовые зоны, там, например, в Африке. Вот Африка, Африка, там такая стрелочка есть, она была в Африке. Там рифт, там образуется растяжение коры земной, цепочка вулканов вся. Там когда-то через миллионы лет будет океан, то есть кусок от Эфиопии, там вот как бы так разойдется. Байкал у нас тоже, Байкальский рифт, там тоже происходит решение земной коры в этом месте. Это будущие места будущих океанов, молодых, как и все океаны, 180 миллионов лет и 5 миллиардов лет земле самой. Тоже их не было раньше. Скажите, пожалуйста, почему при одном и том же, например, вот типе, при пленианском, например, когда одинаковая получается вязкость, там количество силициума-2, почему разные газы выбрасываются, то есть и разное влияние на климат может быть? А газы разные не выбрасывают, выбрасывают одни и те же газы. То есть выбрасывается СО2, серо, диоксид серы, серы. Потом вот СО2, впадает в атмосферу, кислая СДСО3, он смешивается с водой, ну, с атмосферной, H2SO4 получает серая кислота, это уже аэрозоль, которая... Просто вопрос в количестве этих газов, сколько этой серы первоначально содержится. Сейчас все пугают еллоустонским, да, этим супервулканом. А содержание серных этих газов в этих лавах достаточно небольшое. Там больше будет опасность не от газов самих, а от самого пеплопада огромного, да, выброса материала. А в то же время, в 1984 году извергался вулкан Ричичон в Мексике, на юге Мексики. Там выбралось такое количество вулканических этих газов, количество именно, что это аэрозольное, это облако, оно обогнуло земной шар два раза. Все зависит от чего. От чего много газов? Во-первых, от того, что большой объем еще вещества. Чем больше выбрасываются вещества, тем больше выбрасывается газов, соответственно. Пальянские извержения выбрасывают, ну, чаще всего, считается, катастрофические извержения, и выбрасывают объемы больше кубического километра. Например, это вулкан Тамбора, ну, не Тамбора, даже Пенатуба, да, Пенатуба, помните, было выброшено порядка десяти кубических километров. Что такое кубический километр, что вы представили, да, если мы вот на футбольное поле Зенит-арена, ну, если не будет, то хоть представлять. Мы носим колонну пепла вот на это поле, да, вот так высотой сто километров вверх, то будет 0,75 кубического километра, а тут двенадцать кубических километров. А сейчас катастрофическое извержение считается для вулканологов, да, если больше одного кубического километра вылетело, оно уже катастрофическое, даже не только по последствиям, а по объему самовыброшенному, и то же самое влияние на погоду, на климат и на вообще окружающее все. А были извержения в 815 году, когда Тамбора вулкан в Индонезии выпустил сто кубических километров. Это отдельный как бы рассказ, не стало сейчас подробно, но там сто кубических километров, представляете, это следующий год был без лета, год без лета назвали его в Европе, похолодание было зимой, потому что огромное количество, тут даже еще не столько в газах дело, а в том, что сам мельчайший аэрозоль, он закрывает от Солнца, Солнце, солнечная радиация не поступает на Землю у нас, вулканы охлаждают Землю сюда извержения вулканов, потому что у нас парниковые газы, как бы кислота идет снизу, а от Солнца закрывает и происходит похолодание. Но я видел, у меня отдельная лекция вулкан и климат, я по этому сейчас могу, мне кажется, жутко. Понятно, просто, ну вот, иногда вот такие, примерно той же вот силы в меньшей степени, иногда в большей степени влияют. От объема, от объема зависит. Там вот, типа, Крокотау, по-моему, очень сильно, а Тамбора... Еще сильнее, Тамбора в 10 раз сильнее. В конце 19-го гораздо меньшей степени. Ну да, потому что Тамбора выбросило в 10 раз больше, чем Крокотау. То есть эффекта Крокотау, ну, 2-3 года длятся, понижение на 10-й градус. Помните, было извержение вулканов в Исландии и ясла Юкудаль? Да, да. Четверть кубического километра. Четверть всего, да, вроде бы. Ну, пепло столько нападало, да еще в таком месте, где Европа, что паника навелась такая, как будто там вообще катаклизм произошел. На самом деле, если бы это было где-то в другом месте, на Камчатке, у нас население маленькое, у нас там научный интерес. Ну да, там эксплозивный вот этот индекс, как говорится, коэффициент эксплозивности. Там очень маленький. Да, да, да. Просто, видите, еще зависит от того, где это происходит. То же самое вот Индонезия, да. На острове Ява 30 вулканов действующих. На Камчатке столько же, по площади почти равны два, да, как бы Ява и Камчатка. Столько же вулканов, такие острова. На Камчатке 300 тысяч населения проживает, а на Яве 140 миллионов. Все население России влезло бы сейчас на остров Ява. Представляете? Естественно, степень опасности от вулканов при одинаковых извержениях. Для нас, только там в Тропавловске в Камчатке, грубо говоря, там 2-3 города небольших, а у них это каждое извержение, там столько людей живет, что у них сразу бедствие. Поэтому катастрофические извержения с точки зрения науки, они оцениваются по объему, да, а с точки зрения как бы обывательских таких, да, это по количеству погибших, ну, какой ущерб могут принести эти извержения. Маленькое извержение может принести огромный ущерб только потому, что это госнаселенный район. Италия, Везувий. Везувий сейчас самый опасный вулканов, считаю. Он уже давно пора извергаться после 1944 года. И вот там есть перекластические потоки, и пеплы, пленянский тип, все у него будет. А там 3 миллиона живет, там Няполь под боком. То есть там в общем, даже говорить не хочется, что он ожидает их. Они уже, страховые компании уже не страхуют на склонах Везувия, дома перестали страховку. Вот Кумбри-Вьеха на Ла-Пальме, да, сейчас. Ведь извержение Кумбри-Вьеха за 2 недели было предсказано, что он будет. По сейсмическим событиям, когда магма поднимается вверх, сейсмограф фиксирует это. Это вулканическое дрожание, люди могут не сщать, а сейсмограф фиксирует, потому что она двигается по каналу пожертвовала, она колебания производит. Ну, а как это делать? Видишь, сколько там кратеров с одного, с другого, с третьего, а куда людей девать, эвакуировать. Ничего не спасешь, ведь там урожай, человек пишет, бананы там, потом уже дома стали, а потом уже 7 тысяч эвакуировать надо. Место такое неудачное. Ну, как неудачное, то есть люди селятся около вулканов, потому что плодородная почва очень. Нельзя на Сицилию там все, виноградники все эти, что урожай большие. Спасибо. Насколько предсказуема сила извержения вулканов? Ну, сила извержения предсказуема, потому что, когда изучают историю жизни вулкана, какого-то достаточно детально начинают изучать, они изучают прошлое его извержения, которые были, и уже можно сравнить, что извержение было такое-то и такое-то, если происходит такое-то, то примерно оцените его силу. Второе, вот, как я говорил, по составу самой магмы, опять же, что называть силой извержения, силой выброса в атмосферу, но если будет более вязкая магма, будет более сильный выброс в атмосферу, более жидкая, будут лавовые потоки, но какое их количество, сколько вылится, никто не знает, потому что неизвестно, когда извержение закончится. Сейчас вот магоматический очаг на Канарах на глубине 12 километров, подпитка снизу идет, новые магмы, новые извержения происходят. Поэтому можно примерно оценить по аналогии вот уже с историческими извержениями, с извержениями по типу стромболианские, вулканские, там, пилейские, да, пленянские, можно сравнить, сказать, что пленянские, у него вся были пленянские типы извержения или извержения взрывов, будут примерно такие же аналогии. То есть только вот так можно пока оценить. Спасибо. Так, какое самое распространенное заблуждение о вулканах вам приходилось слышать? Самое распространенное? Ну, у меня мне позвонил один раз молодой человек, я не помню, кого уже зовут, сказал, знаете, я придумал, как извержение, опасность извержения свести к минимуму. Я говорю, а как? Он говорит, надо такой построить шатер, сейчас много всяких пленок делается, полиэфирных, которые прочные, установить над кратером такой купол, говорят, этой пленки. И когда извержение начнется, то некуда будет расти, все тут же останется. Ну, я говорю, знаете, температура там, такая температура со сверхзвуковой скоростью все это вылетает, те глыбы, высоту там 40 километров пепел поднимается, думаете, эта пленка удержит. Он говорит, ну, я понял, говорит, а у вас нет какого-нибудь другого телефона специалиста более умного, который мог бы меня выслушать, принять? Еще был вариант, когда предлагали кратер вулкана, кратер вулкана, когда вот исландский вулкан завергался, были предложения цементом запломбировать кратер, залить цементом, чтобы вулкан, слушайте, эквивалент извержения вулкана сравнивать с эквивалентом ядерных взрывов, да, грубо говоря, там, равно пяти бомбам, сброшенными Хиросима, там, пример есть. Вот, знаете, зацементировать кратер, который взрывается с такой мощью, там, то есть, такие вот возбуждения. Ну, как возбуждение, то есть, людей-то много, у людей, каждый предлагает что-то такое сделать практическое. Спасибо. Так, в каких художественных фильмах, на ваш взгляд, извержения вулкана показаны наиболее достоверно? За что не поругать? Знаете, есть фильм, называется, ну, из последних, такой, честно, на название, в общем, «Супервулкан», по-моему, так называется, «Супервулкан». То есть, фильм посвящен извержению вулкана «Еллоу стон», вот, они достаточно, они художественные, в то же время основаны, как-то на реальных таких пониманиях, вообще событиях это происходит. «Пик Данте», о котором я говорил, это старый фильм 80-го года, как раз съемки велись на вулкане Сен-Хелленс, который, у меня был снимок направлен на взрывы, тип, да, это тоже фильм с точки зрения, что там какие виды опасности, там пепел, лавати, что-то все это есть, про вулканы. Какой-то еще фильм, я название уже не помню, там извержение тоже произошло где-то в центре города, в общем, везде, где лава течет, они все фильмы достаточно хорошие, потому что там все натурные съемки показывают, а они лаву не выдумывают. Я фильмы «Катастрофы» не очень люблю, потому что я, когда про вулканы смотрю, я как-то профессионально вижу, я как зритель и пристаю смотреть, и начинаю сразу смотреть. Сейчас еще, знаете, вы видели, а можно я сейчас найти? А, не сняли. Есть фильм, ролик, который очень гуляет по интернету, очень много в сетях, называется «Содержение вулкана Синабунг», двухминутный ролик, как из моря появляется пепловая туча, накрывает город, потом все это исчезает, город весь разрушен, как появляется в море вулкан из него, да, у меня есть на флешке этот двухминутный ролик. Просто я студентам на занятиях рассказываю, почему этого не может быть. То есть, наоборот, бывает, когда стоит конус вулканический, как Рокотау, да, происходит взрыв, все разрушается, а здесь из моря, подводный вулкан, фотография была, появляется палящая туча из моря, накрывает город весь, даже звон стекла, там все сымитировано, а потом тишина такая, город в руинах, а там на этом месте стоит конус, который растет, на самом деле, каждым извержением, нужно там сотни лет, чтобы он вырос, да, вулкан Ключеской, это молодой считается, 8 тысяч лет вулкан, он уже стоит, еще лава в нем светится, ну, то есть, это просто не может быть. Я говорю, знаете, с точки зрения научной, это, помню, бред такой. Почему, мне каждый год присылают его, года три уже, то есть, Синабул, почему, вообще не в море, этот вулкан Индонезия, на суше, только какой-то другой вулкан, с ним один и тот же тролик, вот гуляет и гуляет.